Здравствуйте! На государственном телеканале «Западная Армения» очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Западная Армения – первое государство, которое готово признать факт независимости Республики Арцах, корни сегодняшней армян-азербайджанской войны. Российские миротворческие силы в Арцахе обеспечивают безопасность движения по Лачинскому коридору. Глава общины Агавнокашатакского района подробно рассказывает о ситуации в общине. В озере Ван рыбный сезон более обильный, чем в предыдущие годы. 1 декабря 1827 года в Шуши основана армянская типография. На уровне международного права и согласно статье 92-й Сербского договора. Соответствующие границы между Арменией, Западной Арменией, Азербайджаном и Грузией будут определены прямым соглашением между заинтересованными странами. В случае, если заинтересованные государства не смогут прийти к соглашению, соответствующая граница будет установлена главными союзными державами, которые также нанесут ответственность за ее поведение. Кроме того, согласно мирному договору 1920 года от 22 ноября президентом Уильсоном решил провести демаркацию западной границы армянского государства. Нагорно-Карабахская автономная область начала процесс выхода из состава СССР одновременно с советскими социалистическими республиками Армении и Азербайджана. 26 февраля 1988 года 1 миллион человек в Ереване провели демонстрацию с требованием, чтобы Карабах связан был с Арменией. Советская Армения еще не провозгласила свою независимость в 1988 году. 20 февраля 1988 года парламент Арцаха проколосовал за объединение с Арменией. Это решение выразил и референдум, проведенный арцахцами. Армения, Восточная, провозгласила независимость в 1990 году. 23 августа при присоединении Арцаха. Таким образом, на уровне международного права Арцахский регион остается прилегающим к Западной Армении, что было признано в 1920 году. Нерешенный вопрос о восточной границе армянского государства Западной Армении спровоцировал в 1990 году войну в Арцахе, которую инициировал Азербайджан с целью отодвинуть границы. Азербайджан действовал без каких-либо консультаций с армянским государством, насколько его военные силы могли позволить иметь выход к Нахачеване. Героическое сопротивление армянского народа в целом остановило его план присоединения Нахачеване общей территории к Азербайджану и выполнение Батумского договора. Батумский договор был подписан Турцией с правительством Кавказской Армянской Республики 4 июня 1918 года без учета ситуации в Зангизуре, Горной Армении, которая оставалась усилиями генерала Андроника Узаняны и Горегина НЖД под армянским контролем. Полная версия статьи будет доступна на нашем сайте. Корень нынешнего Азербайджана-армянского конфликта начинается в конце Первой мировой войны с вторжением в Баку турецких войск на Кавказе с трехдневной резни тамошнего армянского населения. Эти массовые убийства произошли в сентябре 1918 года, когда Бахлидин Шакир, один из главных инициаторов геноцида против армян, был главой управления полиции Баку. Во время этих массовых убийств члены Ташкелата Махсусе, специальной разведывательной организации Османской империи и местных азербайджанцев убили около 25 тысяч беззащитных армян в течение трех дней и ночей под предлогом мести армянам за убийство азербайджанов шесть месяцев ранее. Кроме того, похоже, что это фундаментально связано со всеобъемлющей широкомасштабной программой геноцида против армян в Турции и за рубежом. Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе осуществляют круглосуточное наблюдение за ситуацией и за соблюдением режима прекращения огня. Как передает Арминпресс, об этом сообщает Минобороны России. Миротворцы обеспечивают безопасность передвижения гражданского автотранспорта по Лачинскому коридору, транспортировку, сопровождение и обеспечение безопасности строительных бригад, выполняющих задачи по восстановлению инфраструктурных объектов. В настоящее время в сельской общине Оговно Кашатакского района Арцах осталось всего 9 семей. Об этом Арминпресс сообщил глава общины Оговно Андраник Чавушан. Наша позиция остается в родном селе и сохранить его армянским не изменилось. Мы продолжим здесь жить, миротворцы делают свое дело и мы имеем право защищать безопасность наших семей и села. Оставшиеся мужчины продолжают дежурить по деревне. Наш флаг все еще развивается на крыше администрации, мы не хотим видеть там другой флаг. Согласно заявлению, миротворцы должны обеспечивать безопасность коридора. Мы готовы защищать свои права даже ценой своей жизни. Отсюда мы защищаем истепанакерты и права всех армян. Мы хотели бы получить четкие разъяснения от соответствующих органов. Нам говорят, что село остается армянским, но предоставляет топливо и автобусы для эвакуации, отмечает глава общины Оговно. По его словам, село уже три дня живет без электричества. Средства связи в Орцахе не работают, а еду и другие необходимые вещи семьям, проживающим в Оговно, отправляют друзья и родственники. У рыбаков озеро Ван в Западной Армении сезон более продуктивный, чем в предыдущие годы. Рыбаки, которые занимаются ловлей тареха, сообщили об увеличении продаж рыбы в городе в этом году. Благодаря профилактическим мерам, принятым местными властями, увеличился улов и размер рыбы. Выловленная в озере рыба в течение девяти месяцев является источником существования 15 тысяч человек. Сотлетняя армянская церковь Нухрут в провинции Урфа Западной Армении находится под угрозой разрушений и нуждается в срочном восстановлении. Из-за запущенности передняя и задняя части здания разрушены. Большая часть церкви в стиле базилики построена из тесанных камней и сохранилась до наших дней. Руины церкви, несмотря на ее разрушенное состояние, сохраняют свое величие. Церковь Нухрут – одна из важных культурных ценностей города. Жители города сожалеют, что он может обрушиться. В шушинской типографии было издано порядка 200 наименований книг, что свидетельствует о востребованности печати в шуши. В типографии издавались работы Есаи Гасана, Джелаляна, Перча Прощана, Езенца, Терчиманяна, Манука, Абекяна и других. Плодотворная работа типографии была прервана в 1920 году захватом шуши карательными войсками Мусаватского Азербайджана. Они отграбили типографию и подожгли здание. В советское время типография была перестроена частными лицами. А во время освобождения шуши в 1992 году отступающая азербайджанская армия снова подожгла здание в своем типичном варварском стиле. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию «Назэ и Орож». Музыка 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 Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром! Музыка Музыка